МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давай быстрее. Неспокойно мне. Успокойся. Вокруг море. Так просто им до нас не добраться. Товарищ капитан третьего ранга. В эфире незарегистрированная радиостанция дальнего действия. Передача ведется не с материка. Наш сектор. Работаем. Быстро. Лево на борт. Есть. Товарищ капитан третьего ранга. Остров в Айновской группе. 69 градусов, 50 минут северной широты. 39 градусов, 34 минуты восточной долготы. Это в восьми милях от выхода в море. Сообщить координаты острова в десантной группе. Служай приказ. Произвести высадку десанта на остров Малый Айнов с целью захвата диверсионной группы. Уходим. Быстро. КОНЕЦ Семчуг, оставишься здесь? Остальные рассредоточиться. Брать только живьем. Стрелять исключительно по конечностям. Бегу, 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 бегу. Вперед. Ложись! Кольцо! Стрелять! Только по конечностям! Что будем делать, Мика? Молиться. Время для этого сейчас самое подходящее. Я не верующий. Они не стреляют. Значит, мы им нужны живыми. Поверь, живыми лучше к ним не сдаваться. Саня, попробуй обойти. Хоть одного, но живым. Кровь из носу. Бессмысленно сопротивляться. Они нас или убьют, или возьмут в плен. В плен ты не сдашься. Я не могу тебе этого позволить. Вперед, помалу! Давай! Давай! Ложись! Товарищ капитан, один теплый. Лежать! Значит, так красава, нагулялся? Ну, переверни его. Коль, второй холодный. Так точно. Мне не офишу. Вот тебе и теплая, сука. Ну что ж, как говорится, ни грозы вам, ни неприятных попутчиков. Еще раз спасибо за помощь. Не забудьте передать поклон Николаю Герасимовичу Кузнецову. Не забуду. Счастливого полета. Ленинграду-городу привет. Пойдемте, я провожу вас для самолета. Ты зла на него не держи, он мужик хороший, но вот так бывает. Офицер надежный, главное, что знающий. Товарищ адмиралов, вы все там взлет? Ты что, весь в спине, глаза на выходе. Радиоперехват, Александр Матвеевич. На ключе работал радиост Тарни. Мы их по-тихому, тепленькими взять хотели, но не получилось. Иди в машину. Мы их по-тихому. И по-акаме еще. Живо выполняют. Есть. Абентар! Товарищ подполковник! Иди в машину, мы остаемся. Что-то случилось? Лена, тебе придется лететь без меня. Почему? Что произошло? Так будет лучше. Я без тебя никуда не полечу. Послушай, в твоем положении… Я все прекрасно знаю про свое положение, Сереж. И я повторюсь, я без тебя никуда не полечу. Ну, ладно, тогда условия остаются прежними. Никакой оперативной работы. Если ты меня ослушаешься, улетишь первым же самолетом в Ленинград. Сережа… Майор Соляй, никаких обид, никаких рисков. Работаешь с бумагами, занимаешься аналитикой, выполняешь все, что я скажу, это ясно? Или сейчас же улетишь в Ленинград? Слушаюсь, товарищ подполковник. Никаких рисков, занимаюсь только бумагами. Поехали. Радисты, его напарник мертвы, рация уничтожена. Криптографы уже работают над текстом. Последняя группа цифр та же, что и в ранее перехваченной шифровке группы Дарни. Сколько времени потребуется на дешифровку, пока неизвестно. Ладно, с этим разберемся. Мне вот что непонятно. Кого черта они вообще на связь вышли, если Дарни сморщился и в леднике лежит? Самое простое. Оставшиеся в живых диверсанты запрашивают эвакуацию. Не согласен. Товарищ полковник, разрешите шифровку. Если предположить, что в конце шифровки подпись Дарни и его группы… Вот не люблю я летчиков. Не люблю. Но улетит он на пять минут по разе на своем тубовсе ниже. Так, и что? Здесь заполнена почти вся страница. Если бы это был запрос на эвакуацию, она была бы короче, а порой даже одного символа хватит. Согласна. И при запросе на эвакуацию ждут информацию, они передают товарищу полковникам. А мы что-то по-вашему дураки сидим? Ну, лично я так мечтаю. Предлагаю отработать обе версии. А я вашу еще не услышал? Думаю, что вражеская разведгруппа продолжает свою игру. Невзирая на гибель Дарни. И вот это запрос на помощь. На дополнение личным составом, оборудованием или вооружением. Или на все сразу. Ну, тогда под свою баловойку пришите, а мы свое обработаем. Ну, отлично. Доморга не подбросите? Здравия желаю. До города не довезешь? Песни петь умеешь? Что? Всю ночь в дороге. Боюсь уснуть за рулем. Ладно, залезай. Эх, и че я бабой не родился? Виси себе на телефоне, а война мимо проходит. Стар, жалования, все дела. Да, сплошная сказка, а не жизнь. Особенно, когда приходится искать обрыв телефонного кабеля. Прощупывать километры провода. В грязи, под дождем, или в снегу, зимой. И все это ползком на пузе, под немецким прицельным огнем. Да я не в том смысле. А я в этом. А чего? Связистом-то служить одно удовольствие? Награды, усиленное питание. Я вон мужа недавно похоронила. Тоже связист. Нашел место обрыва. С росток полевика не успел сделать, как его засекли. А он в зубах конца проводов зажал и начал отстреливаться. Так и нашли потом, через несколько часов. Уже окоченевший, а по зубах провода. Но линию восстановил. Вот так весело живем, да? А сейчас еду свекровь обрадовать. А там, глядишь, и на детей пособие дадут. Не жизнь, а песня. Слушай, могу и тебе на радостях спеть. Давай спою, хочешь? Чтобы ты не заснул за рулем. Может спеть, а... Нет, не надо. А чего? Ты это... Извини. Смерть наступила в результате двух глухих пулевых ранений. Имеем входные отверстия от пуль калибра 7,62. Одно в правую ключицу, а другое в правое глазное яблоко. Выстрелы произведены с малой дистанции, но не в упор. Интересно, а что еще можете сказать? Погибший участвовал в боях, полагаю. Имел ранения. Пулевое, также глухое. Вот, прошу, помогите, пожалуйста. Есть. Опа. Это случилось более двух лет назад. Калибр пули определить сложно, вошло в глубоко. Входное отверстие зарубцевалось. Был прооперирован умелым хирургом русской школы. Почему русской? Русской или советской, в общем, наши отечественные. Видите ли, в Германии, равно как и в Финляндии, практикуется другая школа шов по Донати или Алгаверу. Здесь же, поглядите, судя по оставшимся следам, шов нахлёстку применяемый преимущественно у нас, у русских. Несколько, может быть, эстетически некрасиво, но все-таки это надежно. Значит, можно предположить, что прооперировали его в Советском Союзе. Большой долей вероятности. Или этот человек-то мог лечь в подмозже советского хирурга. Разумеется, теоретически. Вы сказали, ранение было два года назад? Да. То есть, получается, либо врач-перебежчик, либо из бывших? Да. Вероятность ничтожна, но она у нас есть. Мы ее отбрасывать не можем. Вы знаете, что-то о погибших, помимо общей информации. Здоровье там, леет и привычек. Например, как много он курил, к примеру? Лауре? Да. Никогда не курил. Тихо, не дыми. Ой, Женя, читай, читай дальше. Вообще, я считал курильщиков глупцами, которые сходят себе сами в могилу. Товарищ подполковник, этот человек курил с детства и курил много. Поглядите, три пальца курильщика от большого до среднего пошелтели от долговременного употребления табака. Я также могу вам продемонстрировать и его легкие. Они тоже определенно принадлежат курильщику. Ну, а если это он работал на каком-то химическом производстве, может быть, какие-то реагенты? Не исключено. В легких никотиновая смола. Я ничего не понимаю, но ты же Лауре. Признаться, я тоже пересобенна. Но есть одна мысль. Но для того, чтобы ее проверить, для этого необходимо время. Поглядите. Поглядите. КОНЕЦ КОНЕЦ Первую радиограмму расшифровали. Рагент Гершпигельт прибыл, Тарния. По-немецки Гершпигельт зеркальный. Стал быть капитан Лауре Тарния. Верно. Это не он. Что? Это человек не Лауре Тарния. Операция на хрящах носа и другие изменения произведены опытными хирургами высочайшего класса. Нас намеренно пытались ввести в заблуждение, им это почти удалось. Это ж какой-то фантастический роман напоминает. Хотя, на войне чего так не случается. Выходит, Тарния жив. Конечно, жив. Иначе зачем нужна подмена? Теперь с уверенностью можно сказать, что в отправленной диверсантами шифровке речь шла не об эвакуации. Да, о чем? Им нужна была взрывчатка. На месте ее получить не удалось. Теперь же, приятно, удастся. Море мы тоже перекрыли. Взрывчатка им нужна в достаточном количестве. Это и есть краеугольный камень всей операции. Следовательно… Выброска с воздуха. Да, при очередном авианалете. Мы с таким сталкивались на Балтике. Один самолет как бы случайно сбивается с курса, производит бомбометание, а груш находится в малежах авиабомб. Ему в любом случае понадобится время. Забрать груз, быстро уйти, значит, у нас есть шанс. Нужно подключить к работе службы ПВО Карельского фронта и Северного флота. Для быстрого получения информации о проникновении на нашу территорию любых тяжелых вражеских самолетов. Только понять, где будет выброска. Ну, если в тундре, то для доставки такого груза к ближайшей дороге им понадобится трактор или танк. Верно подмечено. Стало быть, сброс будет осуществлен в более-менее обжитом местности. Соедините меня со штабом ПВО. Володя, а ты не знаешь, где Валентина? А, так она в питомнику мчалась, к горуну своему минут 15 назад. Она же раньше кинологом была. А, ну и… Я знаю. Здесь, недалеко, на Энгельсе. Всегда пожалуйста. Хороший мальчик, хорош. Он молодец. Быстро идет на поправку. Ничего, Гарун. Мы еще с тобой послужим. Погоняем бандитов. Погоняем бандитов. Вы же сказали, он идет на поправку. Да, это так. Но не уверен, что Гарун сможет и дальше нести службу. Получив такое ранение, даже не тебе. И что будет, если его признают непригодным? Ты же понимаешь, время сейчас такое, мы не можем себе позволить… Его усыпят? Надо что-то придумать. А знаете что? А я его заберу. Да. Заберу. Ничего, а как-нибудь прокормим. Ты уверена? Абсолютно. Только не усыпляйте его. Обещайте. Хорошо. Как скажешь. Свои, свои. Все, все, все. Как он? Сказали, идет на поправку. Можно? Свои, свои, Гарун. Тихо, тихо, Гарун. Свои, 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 свои. Тихо, тихо, тихо. Вы меня простите за прошлый раз. Не надо было за вами следить. Надо было. Я серьезно. Идет война. Да и работа у нас такая. Подозревать всех с первого взгляда. Вот и подозреваем, а потом грыземся. Как Соборов с Кириленко. Так, Кириленко хороший человек. У него своя правда. Свое видение. Знаете, почему он все время конфликтует с вашим товарищем Соборовым? Догадываюсь. Чтобы держать себя в тонусе. Что-то вроде спортивного состязания. Угу. Он на самом деле прекрасно понимает, как важна помощь вашей группы. Так, так и думала. Значит, мир? Мир. А знаете что? Приходите сегодня вечером ко мне домой. У меня бутылка вина имеется. Договорились. До вечера. Сама не знаю, что она меня нашла. Он будет такой самодовольный. Тыловики все такие. Поэтому я так отреагировала. А что ты ему сказал? Что ты погиб. Но это же не правда. Я, ты знаешь, подумала. Ничего. Что вдруг слова материальны. Что все это сбудется. Что? То, как ты отстреливался с проводами в зубах. Твоя смерть, докрады. Линда, Линда. Ну ты же все придумал. Я с тобой. Я здесь. Я живой. Помнишь, я рассказывал тебе про гадалку? Да. Она сказала, что со мной ничего не случится. По крайней мере, не на этой войне. Я забываю. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кто там? А могу я видеть Валентину Карамышеву? Здрасте. А мамы нет. А, простите. Она за дровами пошла, но скоро вернется. Хотите? Ну, а вы идете или нет? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА И как тебя зовут? Даша. Я Лена. В каком классе учишься, Даша? Да вы что? Я еще в школу не хожу. А выглядишь прям... Хотя не очень хорошо в этом разбирайся. Пушкин, сказка от царя Салтанин. Хорошая книжка. Хочешь почитать? Да вы что? Я еще не умею. Точно. Хочешь, чтобы я почитала? Ага. Ладно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре, князе Гведоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебедь. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Кабы я была царицей, говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила б я пир. Три девица. Представляете, она уснула. Заставила вас читать. Она у вас очень милая и доверчивая. Наоборот, недоверчивая. Просто вы не понравились. У Даши чутье на людей. Она чувствует хорошего человека. Он здесь служил, в Мурманске. Ну, поженились. Через год Дашка родилась. Потом война. Через два месяца... В общем, дезертировал. Да вы пейте, пейте вино. А что было потом? Да ничего. Из-за этого меня хотели уволить из органов. Александр Матвеич пожалел. Взял к себе его в отдел. Теперь вы понимаете, почему я говорю, что он хороший человек? Конечно. С кем вы Дашку оставляете, когда на работу уходите? С тетей Чурой. С соседкой. Мы у нее комнату снимали. У нее сын на фронте погиб. Семьи не было. Так она говорит, что Дашка ей теперь как дмучка. А давайте выпьем за Дашу. Нет. Давайте за всех детей. Вообще. За всех. Как ты думаешь, можешь мне ее на танцы пригласить? Какие танцы? Война идет. Война почти закончилась. Пора и о жизни подумать. Ты чего, дядь, ошалел? Или зенки залил уже? Браток, с женой плохо. Бонечку бы ее. А кому сейчас хорошо? На то и война некогда нам. Люди добрые, помогите Христо ради. Помрет папа. А я говорю, отвали. Мы тебя не по своей надобности едем. Погоди. Что с ней? Если бы я знал, вот тут, говори, прям огнем горит. Возможно, острый аппендицит. Где же она? Да здесь недалеко. Я бы сам, но я боюсь, сегодня не датащу. Ну, давай показывай. Только быстро. Сейчас прямо, а потом налево, двести метров. Она тут. Так, давайте посмотрим, что тут у вас. Странно, температуры нет. Пульс вроде в норме. Так, ну-ка, давайте, попробую повернуть. Ах ты, шутка! Уходим, уходим. Так много времени потеряли. Нормально, потянет. Кто там? А я почем знаю. Я думала, они все вышли. Да, поедем тут. Терпеть, молчи нет. Уже приехали. Мы с женщинами не воюем. Мы же советские. Смотри, какого скукуна в чулане нашел. Попробую как-то его оживить. От шкуры покрашу, будет как новый. Это его? Возможно. Каждой лошади нужен хозяин. А если это хозяйка? Еще лучше. А ты знал, что у Вали Карамышевой дочери шесть лет, а от оперативной работы ее никто не отстраняет? Ничего себе! Шесть лет, и уже на оперативной работе? Послушай, я знаю, что мы это обсуждали. Но бумажки перепирайте за вашими спинами отсиживаться. Ну, ты же сама сказала, мы это уже обсуждали. Сереж, ну я могу помочь. Ты помогаешь. Да какой к черту помогаешь? И почему Вале можно, а мне нет? Послушай, если с Валей что-то случится, государство позабоится о ребенке. А если что-то случится с тобой, наш ребенок вообще не родится. Я очень прошу тебя это понять. Я очень тебя люблю. И прошу не рисковать. Хорошо. Я поняла. Да! Два часа назад было совершено нападение на машину скорой помощи. Водители фельдшера бесследно исчезли. Но в машине была роженица. Ее нападавшие доставили в больницу. Вот. Похоже, нотарни. Он с женщинами не воюет. Марка автомобиля? Грузовая, З-5. На таком вполне можно перевезти тяжелый груз. И карету скорой помощи никто не будет останавливать и проверять. Ну-ну-ну. Значит, выброска сегодня. Поехали в управление. Да, прилетят. Приготовились. Давай. Приготовиться к бомбометанию. Все готово. КОНЕЦ 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 Надеюсь, это то, чего мы ждем. Правда, странно, что зенитки не работают. А может идут по краю города? Зафиксирован сброс. В квадрате 1375. Точно они. Здесь кроме развалин рыбзавода нет ничего. По машинам. Живей, живей. Грузимся, грузимся. Капитан, вылезай сам. Не волнуйся, все будет хорошо. Будь осторожен. Буду. Время! Капитан, поедите в Крым. Товарищ майор, ну? Не рассуждать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо бы по-тихому подойти. Там за пригорком затяжной спуск. Можно будет движки вырубить. Накатом почти до самого места спустимся. Тарни, кто летает? Тарни, подойди. Тарни, подойди. Тарни, подойди. Тарни, подойди. Случайных грузовиков здесь быть не может. Это чекисты. Как они узнали? К бою. А груз? Другие контейнеры найти не успеем. Забирайте этот и уезжайте. Остальным приготовиться к бою. По местам. По моей команде. Огонь! Забирайте ворону! Огонь на поражение! Товарищ полковник, смотрите! Они машину грузят! Черт отсюда не достать! Прикройте! Пошел, якорды попай! Стреляйте по машине! Не дадим ему высунуться! Возьми вперед! Атаку! Лена! Лена! Стой, Лена! Огонь по грузовику! Недленно отправляйте груз. Мы задержим их здесь. Уйдет! Лауре! Царапина! С набором ты по машине уйдешь! Не уйдет. Иди, 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 иди! Уходим через болото. Уходим. Бегом! Бегом! Давай, давай, гони! Давай, отберите! Обходи справа! Лена! Волота вверху, цыгаты! Жива! Я что тебе сказал? Потом отношения выясним не идут. Оставайся здесь. Здесь. Интересно, сколько в каждом контейнере? Судя по размеру, килограмм 150, не меньше. Три контейнера мы взяли, один взорвали. Шестьсот килограмм, значит, сбросили. Нехило. Ну, что там? Через болото шли. Мы были с ума бездания. Так, давай их чуть не зацелы, или вытащили. Ты думаешь, они случайно это место для сброса выбрали? Не-е-е. Знали, как уйти, если что. Потому что до самого моря сплошные болота. Да и наверняка у них схорона оборудована, чтобы отсидеться. Дальше, полковник, разрешите. Наши потери. Пятеро убитых, трое раненых. Извини, господин. Есть. Майор Салей. Сережа, давай не будем. Вы получили приказ не участвовать в оперативной работе. Что вам в этом приказе показалось непонятным? Я слушаю. Прошу прощения, товарищ подполковник. Я не услышал ответ на свой вопрос. Если бы я не ослушалась вашего приказа, вы бы сейчас не могли мне задать этот вопрос. Ты завтра же первым рейсом улетаешь в Ленинград. Хорошо. Сколько ей было приблизительно лет? Ну... Может, чуть больше тридцати. А цвет волос? Темный, светлый. Ну, блодинка или брюнетка? Рост помните? Знаете, я такого страха натерпелась. Я же ее только мельком видела. Я вообще чуть в этой машине не родила. Понятно. Ну, может быть, какие-то особые приметы. Это шрам, бородавка, глаза, может, косили. Понятно. Дайте мне ваш блакон. Мне легче будет нарисовать. Вы рисовать имеете? Да, я до войны в школе художником работала. Учителем рисования. Что же вы раньше не сказали? Может, вы не о том спрашивали? Упустили мы их. Но взрывчатку они не получили. А она им нужна по зарез. В связи с этим, считаю, что необходимо усилить охрану объектов, на которых имеется взрывчатка. Ну, и охрану за воздухом тоже нельзя прекращать, потому что... Потому что все уже сделано. Ты думал, мы ждать будем, когда ты затылок чешешь? Тарни стремится действовать нестандартно. И какой будет его следующий шаг, мы совершенно не знаем. В любом случае, я думаю, что следующий его шаг будет очень дерзким и неожиданным. Это все лирика. Конкретно что предлагаете? Я предлагаю поставить задачу всем отделениям милиции сообщать о любых мало-мальски необычных или интересных происшествиях в городе. Это разумно. Аутсис. Так, Володя. Немедленно разошли депеши начальникам всех отделений города и области, чтобы не расслаблялись и не слезали с телефона. Докладывать обо всем, любая мелочь. Там карманники, фармазоны, там кто-то в форточку влез. Все сюда. Здесь уже будем разбираться. Выполняй. Есть. Что там, твоя роженица? Склоны хоть что-нибудь? А бабу эту нам нужно разыскать. Совершенно секретно. Москва. Начальника управления контрразведки СМЕРШ, наркомата военно-морского флота генералу Гладкову. Просьба оказать содействие в установлении личности диверсантки. Готовьте операционную. Пятнадцать минут на отдых, потом общий сбор. Как ты? Я в порядке. Везунчик, ты же со мной? Да, будто с того света вернулись. Потрепали нас сегодня. Ну как там, готово? Да, все готово. Пойдем. Сейчас, надо. Пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем купаться. Пойдем. Пошли. Пойдем. Сережа. Сережа, нет. Сережа, стой! 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 У меня будет хорошо. Ах ты, зараза, блохастая. Кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс-кыс. Слышишь, Ефимовна? Чего тебе? Бросай свою бухгалтерию. Пойдем чайку пошвыркаем. Некогда. Завтра 72-й авиаполк боевые получает, а у меня платежки еще не готовы. Грузинский. И не соблазняй. С баранками. Ну глянь, была бы честь предложена. Маленкин. Как еда вон тут, как тут. Нюх у него что ли? Маленкин. Маленкин. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Голубев, ты? Совести у тебя нет. А ну, кончай свои шуточки! А то сейчас как шмальну через дверь, чтобы вред дурью не маялся! Деньги забираем и уходим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА